Всем привет, друзья! С вами Amway921 и мы продолжаем смотреть реплей с конкурса щит и меч. Если представить вот самый типичный танк для этого конкурса, у которого длинный-длинный меч с большим-большим уроном и толстый щит с хорошей броней, то, наверное, это Jagdpanzer E100, немецкая ПТ-САУ 10 уровня. Обязательно хотел я хотя бы один бой на конкурсе, но включить именно с этой ПТ-шкой, и как раз один из игроков, которого мы сегодня и посмотрим, прислал этот бой. Чем особенно выделяется Jagdpanzer E100 на фоне других ПТ-шек, это таким вот странным параметром, который нигде не прописан, но он все-таки чувствуется, это повышенная лояльность игрового сообщества. Я имею в виду, что никто и никогда не скажет, что ты играешь на Jagdpanzer E100 на EMP, фу таким быть, типа нагибаешь малышей на танки, которые сильно лучше. Так обычно не говорят. Так говорят про различные воффентрагеры, особенно 10 уровень, про различные британские хэш-фугасострелялки. И действительно, эти вышеназванные ПТ-шки по-настоящему имбалансны. Их стоит как следует да понерфить да поскорее. Ну, это мы все с вами знаем, а разработчики конечно же об этом еще не знают. Тем не менее, вот именно Jagdpanzer E100, как раз обладающая ПТ-шка оглушительной альфой, она и такая, какая и должна быть ПТ-шка именно с такой большой альфой. Никакой тебе башни, даже маломальски поворачивающейся. Никакой тебе особенной сверх-естественной брони, совсем не пробиваемой. Никакой тебе подвижности и никакой тебе возможности выехать и выстрелить за угол. Потому что рубка находится сзади и очень непросто это все делать. Все лишь что остается, это быть просто грозной махиной. И чаще всего грозная махина Jagdpanzer E100 это не в том как бы знаете проявлении. Нашел яму, встал в одном месте, на тебя прут и ты всех убиваешь. Обычно, ну это как бы в каком-то вакуумном мире так может происходить. А обычно, как происходит, враги завидели Jagdpanzer E100 и больше, что называется, в деревне никто не живет. На нее никто не выезжает. И поэтому на ней невозможно стоя с места набивать урон, танковать, отбивать. И как бы то ни казалось странным, но часто такое встречается и на Ягдтигре например. Типа, хочешь много урона, ехай за ним, самого нагибайся и собирай. И повторюсь, именно в этих моментах и чувствуется насколько это действительно не имбовое. Чтобы так вот выехать и пособирать урон из-за угла. Обычно все противники об этом сразу догадываются или рентгеном светятся или как-то еще. Но в любом случае они в курсе и времени у них обезопасит себя целая пачка. Либо просто отъехать самое простое, либо может быть посложнее, но тоже очень простое сбить каток. КВ-4 правда вообще в этом бою не везет. Отловил все свои. Ну, продолжаем. Иными словами, так просто на Як-П-100 даже в городских условиях, где не простреливает артиллерия, не так и просто понагибать. Вот в чем, скажем, основная тема, которая и вызывает уважение. Иными словами, нагнул на Е-100, попотел как следует. Это не на какой-нибудь там фв-шке. Из-за угла выехал, башню свесил налево, выдал и обратно под прикрытие союзников или в какую-нибудь сейв позицию. Или на вафле. Выехал, разрядил пять своих снарядов, сразу кого-нибудь уничтожил и обратно. Эти обычно такие выходки уважения у игроков не вызывают. Они вызывают лишь раздражение. Коего в игре в последнее время и так немало. Ну, а Як-П-100 объехал. Сколько заняло у него время объехать этот райончик? Небольшой квартал. Очень много. Но не поленился. Объехал свою несчастную почти тысячу. Ну, в идеальном случае, в данном случае 600 очков. Получил. Заслужил ли такой урон? Конечно. Работаешь, потеешь, не отдыхаешь. Вот в чем фишка Як-П-100. С нанесением урона с этой ПТ-шки обычно вопросов не возникает. Тут все предельно ясно. На помощь нам несется еще и довольно неплохая для такого калибра точность. Разброс всего лишь 0.35. И хоть и длительное время сидения в 2.7 секунды. Ну, поскольку ПТ довольно медлительное. То, как правило, это сидение начинается не с какого-нибудь там заоблачного размера круга. Довольно все-таки быстро. Если сравнивать с какими-нибудь там теми же британскими ПТ. Ну, а вот танковать, это вопрос открытый для Як-П-100. Потому что нижний бронелист имеет толщину всего лишь 150 мм. Потому что корпус нам достался такой же, как от Е100 самого обычного. То есть, нижним бронелистом ни черта не подбиваешь. Он все принимает за глотом. И это плохо. Единственный вариант это пытаться танковать ромбом. Но как же это делать ПТшке, у которой рубка? То есть, если вы ставите свой танк ромбом к противнику, то вы сами стрелять не можете. Если вам этот ромб прилетает и сбивает гусеницу, то вы чувствуете себя очень дискомфортно. Вроде бы, подождите, я танканул. А как теперь стрелять, если вы мне сбили каток? Вроде бы делаю все верно. И вот такие вопросы возникают. И мне именно в этом бою и понравилось, как наш герой действует. Просто танкует вот прям как по книге. Так как и следует это делать именно для этой ПТшки. Заметьте, врагов в городе много. Союзник остался один, да какой-то бракованный, премиумный. Все, что наш герой сейчас может сделать, отъехать назад и создать дистанцию. На дистанции очень непросто пробивать и выцеливать данную ПТшку. И заметьте, выехал такой же як ПЕ-100 и сделал нашему герою, что правильно, 1050 заблокированного урона в копилку. Иными словами, вот именно с этого момента и начнется впитывание, точнее поглощение, а еще правильно сказать отбивание вражеских снарядов. Рубка, еще одно крепкое место в этой ПТСАУ во лбу. Там 250 миллиметров. Вроде бы кажется не сильно много, но там есть какой-никакой угол и он превращает данную броню почти в 300 миллиметров. Иными словами, ни одна ББшка всех танков, кроме ПТ-10, туда не проникает. И это почти всегда канает. Если только противнику очень сильно повезет, либо он будет стоять совсем-совсем в упор, либо немножко сверху, то тогда может пробить ББшка. В остальном же туда обычно, если и стреляют, и как бы пытаются пробивать только голдой. Иными словами, это очень крепкое место ПТ, но какой-то 100% уверенности, что следующий снаряд противника будет не кумулятив, нету, естественно. Ну и сверху еще одна и очень уязвимая точка, это маленькая комбашенка. Которая только как бы в масштабах ПТ-шки кажется маленькой. На самом же деле, она очень большая. Ее пробивают, ну лично я использую ее как место, куда всегда пробьется як ПЕ-100. В тех ситуациях, когда какие-то там другие вопросы есть с нижним бронелистом или с рубкой, собственно говоря. Ну и борт, а борт здесь я вам тоже самое уже рассказывал в недавнешнем видео про танк Е-100. Имеется клевейший толстенный бортовой экран фальшборт, который настолько далеко отстоит от самого борта, что почти все кумулятивы растворяет. Они разлетаются, всю свою убойную силу тратят в этих всех экранах и гуслях. Иными словами, как это делает наш герой, чтобы вы еще раз прочувствовали. Он наносит сильно-сильно свой урон на тысячу, длиннющим толстенным мечом тут же уходит в глубокую оборону и пытается ромбами, всякими разными геометрическими фигурами танковать, подставляя противнику что угодно. Но только не нижний бронелист под прямым углом и то же самое делает с рубкой. Пока противники по нему стреляют ББшками, никаких проблем не возникает. Так играть и следует. И вот он починил свою гуслю, тут же уже, ну, ИС-4 как бы, только на бумаге может закрутить Ягдпанзер Е100. Но тем не менее, наш герой видит, что все-таки союзник помогает, хоть и избили, в очередной раз уже гусеницу и ремкать уже ее нечем. Союзник все-таки вытаскивает ситуацию с Сом-4 и можно расслабиться. Количество очков прочести у нашего героя достаточно для того, чтобы и это пережить. Несмотря на то, что наш герой в этом бою не нанес какого-то там легендарного количества урона, может быть в 10 или 11 тысяч, получилось всего 8300, но тем не менее это тоже довольно много. Самое главное вот что, что наш герой в непростых условиях, в городских сражениях, на неповоротливой ПТшке, на такой же грациозной, как беременный носорог умудрился и 8300 нанести и 8000 отбить. Вот в чем самое главное его достижение. И мне кажется, данный бой будет неплохим примером, ну не то чтобы неплохим, я имею ввиду самым обычным, шаблонным способом правильного выживания в городских условиях на Як-Песто. Именно за это данный бой лично мне понравился и наш герой Илья занимает в конкурсе достойное место. Ну а на сегодня все, спасибо что посмотрели, если вам бой понравился, оцените его лайком, это поможет Илье участвовать в продолжении конкурса за приз зрительских симпатий. Ну а теперь точно все, всем спасибо кто смотрел, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок